Каждый год, уже в середине декабря, город загорается огнями гирлянд, а на площадях вырастают красавицы-елки. В этот раз Рязань украсили особенно нарядно. Лыбинский бульвар горит миллионами огней. Каждое дерево сияет тщательно обвитой гирляндой. Великолепием отличаются и праздничные деревья. Возле цирка с куполом словно из сказки. А, к примеру, в лесопарке в этом году елка особенная. Ее украшали сами рязанцы. Ее украшено игрушками ручной работы, которую делали ребята по всему городу, из различных учебных учреждений, школ, детских садов, вместе со своими родителями. Поэтому наша елка уникальна, неповторима. Плюс ко всему нам повезло, что именно на нашей елочке в лесопарке красуются игрушки-победители. У нас проходил, кстати, праздник, посвященный открытию. Это наш такой концерт. Приходили зрители, любовались, фотографировали. Кто-то непосредственно свои игрушки приходил, рассматривал, искал. Вот таким образом организаторы изначально задали очень теплый тон мероприятиям. В связи с чем количество людей, которые праздничные события посетили, достигло 70 тысяч человек. Большой популярностью среди рязанцев и гостей города пользовались экскурсии в Рязанский Кремль, Музей истории Рязанского леденца, а также новые, но уже достаточно известные, Музей пахнет хлебом и Музей истории рязанского шоколада. Яркие световые инсталляции и фото зоны, семейные анимационные программы, необычные экскурсии и другие мероприятия порадовали в эти праздничные дни большое количество гостей и жителей города. Самым главным событием, я думаю, можно назвать, конечно же, открытие резиденции Дедушки Мороза, который ждал юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек к себе в гости. Ребята рассказывали стихи, пели песни, получали от дедушки подарки, ценные советы и, конечно же, надеялись на исполнение своих желаний. Основными центрами притяжения стали улица Почтовая, Лыбецкий бульвар, территория хлеб-завода номер один, торговый городок и лесопарк с артплощадками День рождения Нового года, фестивалем ледовых скульптур, новогодней ярмаркой и катком, а также резиденцией Деда Мороза. Популярной локацией семейного отдыха стала мастерская снеговика с разнообразными мастер-классами, рекреационными и фотозонами. Большой интерес также вызвали проекты «Рязанский почтальон» и «Катание на тройке».